Писание изобилует словами о хранении уст. Всякому понятно, что одно слово царя может начать или завершить войну. Одно слово судьи может низвергнуть человека в позор или оправдать его. Но мало кто помнит о том, что и наши слова не бессильны. О хранении уст говорит царь Давид в Псалме 38. Я сказал, буду наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый, предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Далее Псалом описывает молитвенный опыт царя Давида и всех тех, кто шел по его стопам. Вначале мысли бушуют, а затем из молчащих уст рождается согревание сердца. Мысли собираются, как будто лучи в линзе, и происходит следующее. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим. Собравшись с мыслями и согревшись сердцем, Давид задает Богу очень важный вопрос. А именно, скажи мне, Господи, кончины мою и число дней моих, какое оно? Та бы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенная суета, всякий человек живущий. Каждый из нас обязан вырывать у суеты дни или хотя бы часы, для того, чтобы задавать Богу подобные вопросы. Кто я пред тобою? Сколько мне осталось? Философы говорят, что душа человеческая зреет и взрослеет в духовном творческом одиночестве. В разговоре с Создателем. «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Сепяди положил я седни моя, и состав мой як уничтожит пред тобою. А бачив всяческая суета, всяк человек живы, оба образом ходит человек. А бачив свою метеца, сокровище ствует, и не весь кому соберет я». Человек, не задающий себе духовных вопросов, жалок. «Он смешон, как голый король, не замечающий своей ноготы. Подлинно человек ходит, подобно призраку, напрасно суетится. Собирает и не знает, кому оставит то. И ныне чего ждать мне, Господи, надежда моя на Тебя». Тяжелые и объемные вопросы рождают молитву. Ее полезнейшая и нужнейшая часть – это молитва покаяния. «От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному». Я бы сказал, что псалом этот – один из наиболее монашеских псалмов царя Давида. Опыт, открытый ему в молитве, питал и грел души бесчисленных подвижников. Люди молились, люди чувствовали свою слабость и нищету перед Богом, люди повторяли вслед за царем. Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его, так суетен всякий человек. Одно из имен человека – это странник и пришелец. Мы гости в этом мире и движемся непрестанно, даже когда спим, движемся до тех пор, пока не покинем мир окончательно. «Не будь безмолвен к словам моим, ибо странник я у тебя и пришелец, как и все отцы мои». Псалом заканчивается словами, подобными воплю Иова. «Близость к Богу вожделенно, желательно, Моисей просил Господи, яви мне себя самого, чтобы я зрел тебя разумно. Однако близость к Богу обжигающая тяжела. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду и не будет меня». Это был 38-й псалом царя Давида, молитвенный, подвижнический, я бы сказал, монашеский псалом великого человека. Нас ждут следующие встречи в Саду Божественных Песен, в том чудном саду, который никогда не увядают и не перестает приносить плоды. Редактор субтитров А.Семкин